Рада приветствовать вас, моих подписчиков и гостей на своем видеоканале. Сегодня я хочу вместе с вами вспомнить британскую певицу Адель. Однако мы остановимся не на ее творчестве. Меня как нутрициолога заинтересовало ее преображение, которому поразился весь мир пару лет назад. И действительно, эта исполнительница смогла достаточно в короткие сроки похудеть более чем на 40 кг. Что же ей помогло так стремительно преобразиться? Дело в том, что Адель выбрала для себя сирфуд-диету. Меня зовут Светлана Никичук, я эксперт по снижению веса более 13 лет. Здесь я не только делюсь с вами безопасными и доказанными способами питания, которые показали себя таковыми после многочисленных исследований. Помимо этого, я раскрываю мифы и секреты различных диет и диетических продуктов. И сейчас мы вместе с вами познакомимся с сирфуд-диетой, которую успешно применила Адель. Эта диета была разработана в 2016 году, после чего она завоевала большую популярность среди голливудских звезд. В ее основе лежит идея химических составляющих продуктов, которые могут регулировать обменные процессы в организме. Главным секретом диеты являются сиртуины. Эти белки называют генами стройности и долголетия. Они регулируют процессы старения, помогают ускорить метаболизм и сжигают жиры, а также противостоят стрессу. Сирфуд-диета, которую мы рассматриваем на примере певицы Адель, включает в себя продукты, богатые ресвератролом. Это мощный антиоксидант, ускоряющий метаболизм и активно сжигающий жиры. Что означает на практике применение этой диеты? Первым делом следует исключить из рациона сахар, муку и вредные жиры. В основе питания лежат продукты, содержащие большое количество ресвератрола. Он ускоряет генные процессы, которые снижают аппетит. Поклонники сирфуд-диеты употребляют зеленый чай, лимонный сок, феники, руколу. Также ресвератрол присутствует в голубике, сельдерее, петрушке, зеленых яблоках, сое, клубнике и оливковом масле. Не забудем и о белковых продуктах, таких как арахис, куриная грудка и говядина. Для поднятия настроения можно добавить в рацион 85% горький шоколад. И вы наверняка удивитесь, черный кофе и хорошее вино в умеренных дозировках. В кратком виде кажется не так уж и сложно. А что же на деле ждет тех, кто решится на сирфуд-диету? В течение первых трех дней можно употреблять 1000 калорий в сутки. Калораж должен быть разделен на один сытный прием пищи и двукратное потребление коктейлей из зеленых овощей. В следующие 4 дня диеты калораж можно увеличить до 1500 калорий, предполагающее 2 сытных приема пищи и все те же обязательные коктейли. Еще 14 дней предполагают трехразовое питание в сутки с более богатым рационом. На протяжении всего плана похудения нужно включать в рацион как можно больше продуктов, богатых сиртуинами. Волшебным образом за 3 недели можно сбросить более 7 кг. А теперь давайте рассмотрим это волшебство с другой стороны. Есть ли подвох в сирфуд-версии пути к молодости и похудению? Такая диета из тех, которые называются краткосрочными. Она не подойдет для долгого применения из-за того, что она рассчитана на малое количество потребляемых в сутки калорий. Хотя в ее рацион входит действительно много полезных продуктов и овощей. Лишние килограммы уйдут, но при этом организм вынужден терпеть дефициты сложных углеводов, полезных жиров, а также белковых продуктов. Несмотря на обильное потребление свежих и приготовленных ягод, овощей и фруктов, возникает недостача витаминов и минералов. Таким образом, данная диета – это стресс для организма, который зачастую заканчивается стрессом. А это значит, что после окончания соблюдения диеты вы рискуете быстро вернуть потерянный вес. На что я еще призываю обратить внимание. Это действительно важно. Сирфуд-диета подходит только людям с хорошим здоровьем. Поэтому перед началом необходимо проконсультироваться с врачом. Быстрая потеря веса и малое количество калорий приведут к, увы, обязательной усталости и постоянному чувству голода. Еще организму не будет хватать витаминов, белков, углеводов, жиров и минералов. Такой серьезный эксперимент над своим организмом должен быть хорошо обдуман. И даже если вы достаточно легко перенесете эту диету, пролонгировать ее я не советую. По этим же причинам. Рекомендую ли я применить сирфуд-диету? Кто с мной уже знаком, тот знает мои предпочтения. Я, как нутрициолог, выбираю похудение на длинные дистанции, которые базируются на четырех важных принципах. Это безопасный дефицит калорий. Это программа питания, которая подтвердила свою эффективность и безопасность наукой. Это режим питания, посильная физическая активность. И важно, сон. Поэтому давайте еще раз поговорим, кому может подойти сирфуд-диета, если вы все же рассматриваете похудение в короткие сроки. Диета подойдет людям практически полностью здоровым, без наличия хронических заболеваний, таких как болезни желудочно-кишечного тракта, диабет, патологии печени. Обратите внимание, расстройство пищевого поведения. Другими словами, вы постоянно срываетесь, переедаете. Это уже можно рассматривать как расстройство пищевого поведения. Принятие серьезных антидепрессантов, аллергии на какие-либо продукты из списка станут очевидной преградой для соблюдения сирфуд-диеты. Ну и, конечно, важно помнить золотое правило любой диеты. Не так сложно потерять вес, как удержать его на желаемой отметке. После любой диеты я рекомендую придерживаться принципов рационального питания или средиземноморского питания и заниматься обязательно физической активностью, иначе вес очень быстро вернется к вам обратно. Напоминаю, что каждый эксперимент над собой должен проходить после консультации с врачом. Если вы заинтересованы в здоровом похудении, то я приглашаю вас на программу снижения веса. Ссылку вы найдете сразу под этим видео. Давайте подведем итог нашей беседы о сирфуд-диете. Она является краткосрочной. И важно не просто выдержать диету, но и сохранить вес. Как мы видим, певица Адель смогла справиться с этой задачей. У диеты имеются свои плюсы. Ускорение метаболизма, достаточно быстрое уменьшение веса. Отдельные продукты из сирфуд-рациона очень полезны для организма. Например, зеленый чай нормализует кровяное давление. Кстати, я тоже сейчас перестала пить кофе, переслала на зеленый чай. Если вам интересно, расскажу вам это в следующих видео. Снижает риск развития диабета и инсульта. Состояние кожи и сердца тоже могут улучшиться из-за наличия в рационе полифенолов. Диету стоит выбрать после консультации с врачом. И только тем, кто может похвастаться действительно здоровым организмом. Ну и хорошей силой воли. Ну а если вы, как и я, являетесь сторонником здорового похудения на длинную дистанцию, я приглашаю вас на программу «Нутрициологика». После окончания программы вы станете диетологом для себя и для своей семьи. Вы сможете не только снижать вес, но и удержать его в долгую. Переходите по ссылке и сразу же вы попадете в описание программы и сможете записаться на ближайший поток. На «Нутрициологике» мы мягко встроим новые привычки в вашу жизнь. А я сегодня с вами прощаюсь до следующих видео встреч. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok